добрый день дорогие ребята в эфире Татьяна Викторовна и у нас сегодня очень интересный мастер-класс мы с вами попробуем удаленно нарисовать вот такую вот замечательную черепашку в технике графика значит смотрите я сделала специально как бы не один вариант распечаток это работы детей прошлого года распечатки сделаны с фотографии для чего я вам их показываю для того чтобы на их примере вам постараться объяснить четыре основных приема рисования именно вот такой вот строгой черно-белой декоративной графики значит какие это приемы в общем-то запомнить достаточно легко приемы называются пятно точка линия штрих их всего у нас получается четыре приема давайте подробнее разберем и посмотрим значит вот смотрите на примере вот этой иллюстрации достаточно понятно да что приемом пятно художник у нас решил второй план волн и значит вот такие вот динамичные крупные пятна на панцире вот здесь вот арсений за счет темных пятен выделил белую фигурку олененка дальше допустим прием линия пятно линия точка штрих значит вот здесь вот достаточно интересные спирали у нас показаны на черепашке как тоже достаточно красивые декоративные элементы прием штрих вот очень хорошо вот здесь вот приемом штрих декорированная копия воинов и вот здесь вот приемом штрих показано вот такие вот короткие достаточно динамичные на листе прожилочки можно считать что вот такой вот штрих закругленный вот на самих цветочках да это тоже достаточно такое графическое хорошее решение ну и самый трудоемкий но конечно при этом а самый красивый это то как иван буянов вот здесь вот решает объем шлема посмотрите значит у александра невского и соответственно вот у рыцаря крестоносца вот дальше приемом . вот причем вот посмотрите с переходом да то что называют тоновая растяжка значит арсений выделяет вот эти вот соцветия вот что чтобы мне еще хотелось сказать в целом что смотрите вот на этом рисунке за счет чего наша графика начинает смотреться динамичной да за счет того что художник чередует темные элементы и светлые да вот то есть они вот этот контраст динамика по контрасту значит это все в рисунках присутствует и именно вот эти вот законы и приемы . пятно линия штрих и динамика форм и размеров и динамика по контрасту ну делают рисунок достаточно удачным вот я надеюсь что я вам объяснила все достаточно понятными словами и теперь мы перейдем к инструментарию значит я попросила родителей приготовить скотчик если есть планшетка значит плотный лист 4 формата у меня вот такой вот набор линеров разной толщины обычный карандаш обычный ластик соответственно маркера посмотрите он с двумя толщинами да то есть есть пошире есть перо поуже и обязательно кляча она нам скорее всего потребуется в конце значит смотрите с чего мы начнем мы начнем с того что мы проходили с моей основной бюджетной группой это компоновка черепашки в формате значит посмотрите вот здесь вот художник плавничок морской черепашки он конечно немножко близко вот она ее загнала краю листа значит компоновка в формате мы должны с вами постараться нашу черепашку причем кто знает это черепашка морская они живут очень много лет а вот значит почему морская потому что у нее посмотрите вот такие вот крупные ласты да вот и в определенном порядке нарисованы сегменты панциря вот эти шашечки а значит этот момент мы с вами обязательно проработаем вот значит мы должны постараться в нашем камерном а4 формате закомпоновать черепашку гармонично да грамотно то есть с достаточными отступами от края листа я не говорю что черепашка обязательно вот это должна быть как бы протокольно да вот протокольно по центру это не обязательно значит ось черепашки мы могли бы немножко наклонить вот но ось она по-любому у нас остается потому что в без оси мы с вами не построим грамотную симметрию да об этом мы с вами на занятии говорили значит намечаем ось кто не успевает может в дальнейшем поставить видео на паузу вот а я тогда начинаю рисование значит немножко наклонная ось мы делаем отступ от верха и от низа дальше мы делаем предварительно ну как бы наклонную горизонталь нашу самую широкую часть и делаем вот здесь вот вот такую вот засечечку с одной стороны и с другой для того чтобы наша черепашечка она вписалась в формат теперь внимательно наблюдаем за рисунком то есть должно быть место вот видите для головы и для дальних плавников и для хвостика значит соответственно ставим сначала предварительные засечечки вот так вот для плавничков ставим засечку для начала хвостика ставим определяем по оси место для головы ну вот примерно она вот здесь будет а теперь смотрите вот эти линии крайние это у нас разумеется как бы края вот этих вот передних плавничков то есть смотрите я начинаю выстраивать композицию как бы с краев для того чтобы у нас все вписалось все вписалось в нашу компоновку в формате вот теперь можно вот эти вот передние плавнички так вот уже загнуть непосредственно к самому панцирю вот и разумеется вот у нас на овал панциря у нас остается по нашим этим вот предварительным наметкам остается примерно вот столько места вот я уже его начинаю намечать смотрите сразу в этой компоновке можно вот так вот аккуратно проверить симметрию вот видите мы с вами используем грифель карандаша корпус карандаша как линеечку приложили отмерили приложили отмерили конечно кто у меня работает в мастерской немножечко непривычно работать не на мольберте да на горизонтальной поверхности но к этому тоже нужно привыкнуть да потому что условия идеальной студии они бывают не всегда вот значит намечаем хвостик проводим дополнительную горизонталь для задних плавничков намечаем плавнички намечаем плавнички вот вот здесь вот у морских черепашек плавнички вот так вот обязательно вздымаются вперед они немножко напоминают ну я не знаю крылышки птички что ли да то есть они вот так вот выходит вперед и причем обратите внимание как все гармонично устроено природой сопротивление воды вот оно да вот так вот идет вот так вот и вот здесь вот обязательно все формы которые в воде сопротивляются они очень то что называют обтекаемой да вот почему корпус у самолетов тоже делают обтекаемой потому что идет когда такие скорости идет очень сильное сопротивление воздуха воздух для самолета он практически такой очень плотный становится очень агрессивной средой и то же самое у большинства морских животных формы корпуса как торпеда формы плавников они обтекаемы так намечаем вот такие вот рубчики внутреннего деления внутреннего деления морской черепашки так ну и разумеется голову да значит голова у черепашки тоже достаточно такая обтекаемая она у нее небольшая небольшая и она у нее такая слегка вытянутая слегка вытянутая вот здесь вот более понятно значит вот нарисованы глазки да у нее вот а теперь смотрите значит очень важно идет отделение по корпусу ой по по панциру значит у морских черепах вот обязательно вокруг по краю панциря идет деление сегментов такое узкое немножко как бы напоминающее акантик да акант а внутри посмотрите вот эти вот области панциря они немножечко превращаются как будто бы в такие вот шестигранные соты причем неправильного размера то есть это очень очень важно выдержать вот эту градацию у нас панцирь состоит у нас из аканта и раз два три четыре получается деление которые потом уходят на три крайние такие шашечки да вот мы с вами вот эту градацию обязательно сейчас попробуем сделать значит посмотрите я сначала вот так вот намечаю толщину панциря ой толщину аканта аканта а потом я его делю на вот такие вот как бы узкие сегменты да как будто у нас вьется ленточка вокруг панциря причем обратите внимание в природе какой наш основной закон рисования природы что у нас в природе с вами нет ничего одинакового да теперь то есть не нужно вот эти сегменты делать прямо геометрически точными да это не требуется так теперь рисуем вот вот такое вот деление вот такую градацию вот видите да то есть получается мы делим пространство панциря раз крупный центральный два средний последний отсек три так и теперь чтобы нам придать правдоподобие мы мы вот эту плоскость делим на четыре видите теперь раз два три четыре разделили отметили ну а дальше как бы самое простое то есть мы немножечко вот здесь вот геометрию да просто чуть-чуть ее усиливаем но опять же это не должны быть вот абсолютно такие линии вот прям жестко геометрически это не обязательно вот значит соответственно у нас пошла вот как бы первая грань шашечки вторая грань дальше вот здесь вот пошла третья четвертая так ну и в как то есть вот так немножечко вот немножечко вот сюда немножко вот сюда теперь вот здесь вот так пошли вот видите то есть мы делаем Вот здесь такой мягкий уголочек Вот это вот Очень важно Значит, смотрите, ребятки Кто у меня помладше Да, и Кто пока Немножечко не понимает форму Вот этой вот Шашечки Ничего страшного Мы не расстраиваемся Да Вот У нас все как бы Не спеша, постепенно получится Потому что Ну вот эти вот Шестигранники Вот эта форма сот Она вот достаточно сложная Так Значит, и теперь мы разделяем Вот как То есть у нас получается Третья шашечка Вот это вот Получается нет Раз, два, три, четыре Пятая шашечка Шестая шашечка И уходит вот сюда Седьмая, восьмая Девятая, десятая Вот, значит Вот таким образом Вот видите, да И у нас более-менее Панцирь с вами сложился Значит, смотрите Это мы сейчас Нарисовали Как бы каркас, да Каркас Потому что Если вы обратите внимание Посмотрите Насколько получились Разные у нас Черепашечки На одном занятии Значит, объясняю Почему это произошло Потому что На очном занятии То есть после того Как мы в карандаше Наметили каркас А дальше Я Мы с ребятами С ребятами Применили Прием Импровизации То есть Дальше Ребята Самостоятельно Декорировали фон Так как Они считали Нужным И дальше Они сами Декорировали Каждую Шашечку По отдельности Голову И плавники Вот Сейчас Конечно Так как У меня Нету Возможности Подходить И ваш Процесс Там как-то Смотреть Корректировать Как бы Мы Отрисуем Маркерами Черепашку Целиком Но Я хочу Сказать О том Что Если вам Придет в голову Вот Некая Импровизация Каждой Шашечки Там По отдельности Да То Это Будет Очень Здорово И я Попрошу Родителей Ваши Рисунки Обязательно Прислать Итак Волны Ну я Лично Вижу Какими-то Вот такими Вот Красивыми Заворотами Какими-то Вот такими Вот Необычными Гнутыми Линиями Но Это Могут быть Волны И попроще Значит Кто не успевает Поставит Видео На паузу И рисунок Доделает Так А мы Приступаем К маркеру Значит Или у кого-то Есть Может быть Толстый Фломастер Значит Смотрите У меня Задумка Такая Вот Сам панцирь Я обведу Более Широким Грифелем А Плавнички И волны Наверное Грифелем Поуже Это Маркер Двусторонний Он Такой Полупрофессиональный Вот Так что В общем-то Кто Озадачен Покупкой Графических Материалов Поверьте Мне Как бы Али Экспресс Не платит Но Наверняка Возникнут Вопросы Где я Их купила Значит Соответственно Очень много Вот Хороших Таких Графических Материалов Там Можно Приобрести За Вменяемые Цены Так Поэтому Мы Открываем Сейчас Минутку Открываем Маркер И Начинаем Сначала Обводить Наш Каркас Так Ну что Начнем Так Вот Я Подчеркиваю Шашечку Значит Смотрите Очень важно Градации Серого То есть Я не делаю Потому что Эта графика Она Интересна Именно Своей Лаконичной Подачей Мы Используем Только Белый Оттенок Бумаги И мы Используем Только Черные Маркеры Вот Значит Вот Постепенно Да Вот Так Как У нас В принципе Формы Все Природные Не обязательно Прямо У линий Держать Вот Такую Вот Знаете Идеально Ровные Идеально Ровные Какие-то Лекала То есть Это не чертеж Это мы Не рисуем Здания Это мы Не рисуем Какие-то Строгие Лаконические Геометрические Формы Да Вот А Формы Природные Они Могут быть Немножко Неровными Немножко Разными Немножко Какими-то Кривоватыми Вот Поэтому Мы Вот это Вот Применяем Значит Смотрите Кто Не знает Черепахи Морские Достигают Очень Больших Размеров И Они Живут По 200 Лет По 300 Но Черепашки Специально Откладывают Очень Большую Кладку Яиц Они Размножаются Вылупляются Из Яиц Кто Не знает Вот И Эта Кладка Она Такая Навсегда Очень Большая Очень Большая Она Потому Что Конечно В процессе Роста Вот Много Ну Маленьких Детенышей Вот К сожалению Не выживает Это то Что Называют В природе Естественный Отбор Вот Вещь Достаточно Такая Жестокая Вот Но К сожалению Без нее Было бы Невозможно Развитие И Жизнь Так Значит Теперь Мы Намечаем Плавнички Вот Посмотрите Значит Пожалуйста В своей Композиции Обязательно Отметьте Что У нее У морских Черепашек Плавнички Более Передние Они Более Большие И широкие Потому Что Они Главные Да А Дальние Плавнички У нее Идут Как Руль Так Значит Теперь Смотрите Скорее Всего Я Сейчас Сменю Уже На Вот Если Как Поближе Показать Вот Грифель Вот Здесь Вот Потоньше Так Значит Теперь Я Сделаю Вот Эту Градацию Вот Этих Вот Пластинок Которые Вот У нее Идут Рубчики На Клавнике Такие Вот Вот И Немножко Вот Посмотрите Я Могу Тонким Грифелем Вот Немножко Так Откорректировать Те Линии Которые На мой Взгляд Получились Какие-то Ну Которые Получились Несколько Дерганными Так Вот Мы Их Вот Так Аккуратно Корректируем Так И Соответственно Наметили Так Теперь Значит Что касается Фона Да Значит Смотрите Линия Волн Вокруг Головы Я ее Все-таки Хочу Сделать Сейчас Вот Вот Так Вот Подкрепим Я ее Хочу Сделать Такой Может Быть Более Спокойной Чтобы Все-таки Волны Фона Не сильно Отвлекали Нашу Черепашку От От Зрителя То есть Фон Постарайтесь Ребятки Это очень Важно Это тоже Касается Компоновки В формате Если мы Как бы Сейчас Фигуру Черепашки Сделаем Такой Напряженной Да То волны Должны быть Поспокойней То есть Не переборщите С насыщенностью Волн Иначе У наших Графика Вот она Превратится В такую Как бы Кашу Да Я подчеркиваю Это еще Раз Вот Посмотрите Да Вот Идут Мелкие Детальки Да И сзади Художник Дает Такие Крупные Пятна Он чередует Объемы Крупный Мелкий Белый Черный Крупный Мелкий Белый Черный Так Ну все В общем-то Вот это Основа Готова Теперь мы Вот так Немножечко Подождем Чтобы Наш Маркер Он Высох Так И Сейчас Уже Начнем Дальше Детализацию Дальше Значит Смотрите Когда Наш Каркас Да Он как бы Немножко Прихватился Вот этот Вот Черный Пигмент Вот Чтобы он Не пачкался Не отлипал Дальше Мы Ластиком Стираем Вот так Вот Аккуратно Весь Карандашный Подмаленок Чтобы Вот Эта Вот Тональность Графита Она У нас Ушла Чтобы Она Нам Не мешала Так Значит Обратите Внимание Как Я стираю Чтобы Наш Рисунок Не Заломило Я начинаю Стирание От Центра И Саму Работу Я придерживаю И на краях Я ухожу Посмотрите Круговые Движения Ластиком Чтобы Лист наш Не сломала Можно Вот так Вот Его немножко Как-то Даже Повернуть Вот Ластиком Тоже Работаем Как следует Это Ластик Очень Хороший Фаберкастл Он Не дерет Бумагу Он Не пачкает Еще Мне Очень Нравятся Они Уже Прям Старинные Пластики Кахинор Значит Смотрите Пластик Должен Крошиться Вот Кто Закупает Периодически Графические Материалы Желательно Не брать Пластик Который Напоминает Такую Мыльную Резинку Знаете Такую Гладкую Потому что Так Стряхиваем Пластик Как следует Это Можно Сделать Специальной Кистью Просто Я ее Сейчас Не Приготовила Так Или Вот Так Тряпочкой То есть Весь Атластика Порошок Мы Стираем Так Ну Вот Все У нас Готово Для Дальнейшей Работы Для Дальнейшей Детализации Так Вот Здесь Еще Чуть Чуть Я тебя Не Увидела Итак Часть Вторая На которой Вот Возможно То что я Вот Называю Детализацией Значит Берем Маркер В данном Случа У меня Здесь Толщина По-моему 0,6 А вот Написано На крышечке 0,05 Миллиметра Вот И Значит Смотрите Здесь Вот На Черепашке Я просто Так Нет Что-то Как-то Не знаю Как-то Тонковато Сейчас Выберем Маркер Наверное Вот Покрупнее Вот этот Вот у нас 0,4 Так И Вот здесь Вот Ну В природе У Морских Черепашек У них Вот такие Вот достаточно Маленькие Красивые Чешуйки Да Их мы Их мы Вот такими Вот Приемом Штрих Или Это можно сказать Прием Короткая линия Да Вот мы Их Намечаем Но Я повторюсь Не обязательно Делать Прям вот Точно Точно Так же Потому что Тогда Понимаете Ребятки Это начинается Не творчество А копирование Вот А мне Важно Вас Научить Именно Придумывать Это Разные Вещи Да Значит На этой Черепашке Вот я Показываю Вам Просто Ну Основные Как бы Приемы Детализации Да То есть Какая Она может Быть Вам На будущее Да И то Есть Вы Дальше Сможете Так же Допустим Отрисовать Там Какую Нибудь Ну Ящерку Или Может быть Кто Любит Террариумы Кунтигуану Красивую Сделать Или Я не знаю Какую нибудь Саламандру Или Может быть Лягушечку Вот Я Сама Лягушечек Не очень Как бы Воспринимаю Но Они Очень милые Могут быть Здесь Вот Например Да Вот Мне хочется Сделать Какой-то Вот такой Более Такой Закругленный Штрих Вот При этом Вот я Одну Плашечку Пропускаю Да Вот здесь Вот Делаю Какие-то Вообще Произвольные Вот такие Вот Завихрения Вот И Единственное Что Вот Конечно Чередование Оно Может Совпасть Да То есть Получится Две Две Рядом Заштрихованные Так что Давайте Посчитаем Сначала Штрихованное 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 Нет У нас Все Да У нас Получается Количество Для Штрихования Как раз Идеальное Через Один Вот Я вот Так Вот Какими-то Вообще Такими Короткими Штрихами Произвольными Вот видите Я даже Не держу Там Какую-то Форму Вот Я вот Так Вот Через Один Проштриховала шашечки, да, а почему через один, чтобы они у меня не слились в сплошную ленту вот в чем дело, да дальше, какая-то допустим, неправильная спираль, да, у нас пошла какая-то вот такая тоже гнутая необычная, да дальше, а вот здесь мне хочется уйти вот на такую вот необычную загнутую, как будто клеточку, смотрите, вот так, видите опа, может быть вот так вполне, да, то есть она как бы за счет того, что она у нас такая гнутая вот она получается не слишком жесткая как если бы она у нас была прямая потом можно какие-то отдельные сегментики взять и, например, вот так вот заштриховать их, да вот, то есть мы как бы то, что мы сейчас графической информацией заполняем наше наше пространство в панцире видите, я чередую темное-светлое темное-светлое вот это примерно вот так и происходит, да так, теперь плавнички ну, давайте сделаем попроще сделаем какие-то вот такие вот вытянутые, горизонтальные как волны тоже такие мягкие смотрите, вверх-вниз вверх-вниз и вот так вот пошла штриховка можно какой-то сделать поворот вот такой красивый а чем мне нравится вот эта вот задача то, что смотрите, вот в детализации просто пускай у вас будет ваша вообще полная свобода, да вот как вам нравится заполнять пространство так и заполняйте то есть здесь идет уже такое чистое творчество так вот посмотрите например вот на этом образце, да здесь вот посмотрите как вот она интересно нашла какие-то такие фрактальные сегменты, да очень необычные так а они мне даже понравились давайте мы их повторим мы сделаем вот здесь вот такие необычные такие вот видите расходящиеся фрактальные сегменты вот так сказать мы подсмотрели и перекопировали и она даже вот так вот внутри я вот к сожалению забыла вот кто из девочек это рисовал мы поставим вот так вот по точечкам так хорошо так теперь хвостик хвостик мне хочется что-то вот такое вот такие вот необычные гнуты так хорошо готово а вот здесь а вот здесь мне бы почему-то захотелось вот такие вот штришки просто легкие коротенькие вот видите они как бы у нас не насыщенные чтобы они у нас не слились с с последним вот этим вот так дальше вот здесь вот давайте мы сделаем вот такие вот немножко неправильные гнутые линии но они будут расположены друг к другу часто видите да то есть мы постепенно 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 как бы насыщаем графической информацией каждую шашечку нашу так ну и собственно у нас вот осталось три больших сегмента давайте посмотрим как они решены у девочек ну вот здесь вот она нарисовала цветочки вот здесь она просто сделала такой как бы прием штрих да такой достаточно плотный вот а вот здесь вот она сделала какие-то игрушки колокольчики что-то вот такое даже с улыбочками ну в принципе интересно тоже да так что можно сделать нам что можно сделать нам ну да так как все-таки вот неправильный рисунок такой да я бы тоже сделала здесь вот необычную длинную центральную спираль такой вот как бы спираль не разрозненная а такой вот спиральку насыщенная вот она пошла у нас да и вот здесь можно как бы дополнительную линию поддержки сделать и вот это вот уже как бы заполняет сегмент информации здесь вот такие треугольники сделаем остренькие тоже красиво да я еще не сказала вот прием пятно очень интересно его можно применить как бы если вы композиционно почувствуете что где-то что-то вот как-то пустовато да в конце можно применить вот этот вот прием пятно и где-то усилить усилить ощущение контраста приемом пятно и приемом точка или маленький маленький короткий штрих да так значит здесь у нас будет вот такой сегмент вот так а здесь о здесь я хочу нарисовать вот такую вот неправильную раковину ну это же тоже как бы морская тема да она в принципе здесь может быть так значит вот вот так вот и у нас как бы вот так вот пошла раковина немножко вышла такая кривоватая но ничего страшного вот горизонтальная говоря в горизонтальной плоскости вообще на самом деле очень тяжело работать вот поэтому очень хорошо что вот у нас в коллективах у кого есть мольберты так все-таки пространство оно такое более осязаемое так вот вот такую фронтальную раковину я сделаю кстати вот здесь вот вот можно применить как раз таки прием точки значит вот таким образом немножко усиливаем эти деления так ну к этому мы еще как бы вернемся к приему точек вот а сейчас у нас остался последний сегмент вот этот вот а что мы нарисуем на нем на нем мы можем нарисовать какие-то вот такие вот напряженные какие-то уголки они возможно будут какие-то пересекающиеся вот такие вот да формы напоминающие там тоже волны да они могут как-то так вот интересно пересекаться вот значит получившиеся вот эти вот пересечения да можно как-то вот так вот необычно заштриховать приемом маленькие пятнышки а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Вот здесь я бы сделала линии чуть пошире, понапряженнее, потому что они у нас начинают не очень красиво сливаться. Мне это не нравится. То есть такие вот, видите, я сделала просто их потолще. Так же можно немножко вот так вот прописать. Здесь вот широким маркером какие-то вот здесь вот детальки сделать. Ну, поярче просто. То есть мы немножко обобщаем композицию, чтобы у нас толщина, она зашла и внутрь узора. А то начало как-то немножко разваливаться все. Ну, как-то так вот. Итак, у нас остался фон. Значит, чтобы у нас линии не остались вот такими как проволочными, да, я сейчас крупным маркером немножечко линии усложню. Уже здесь я буду рисунок поворачивать. Вот. И какие-то из линий, вот посмотрите, да, я просто немножечко их утолщаю, а какие-то оставляю тонкими. Вот, чтобы у нас здесь образовалось понятие динамика формы. Чтобы линии у нас не получались прям одинаково все такими вот одинаковыми. Какие-то могут быть потолще, какие-то потоньше. Также есть вот, давайте на этом примере я вам покажу, если куда же он подевался. Есть вот маркер такой необычный. Значит, он называется как бы маркер кисть, линер кисть. Так, вот, разумеется, последний. Да, вот, перебрала все. Так, вот, у него, обратите внимание, у него вот, как бы вот эта вот часть, она гнется. Она немножко напоминает кисть у нас. Так, вот. И она позволяет, посмотрите, сразу линии вот такие делать. Вот видите, как бы с наклоном, с таким необычным красивым наклоном. Вот, именно этот линер, он подходит для волн у нас. Вот видите, и я каждую вот волну из каркаса, который я наметила, я ее утолщаю. Вот видите, как утолщаю. Вот, он вот так вот наклоняется, вот этим вот, прямо как настоящая кисточка. И он начинает рисовать как с наклоном. Очень так необычно. Вот здесь вот, видите, вот, взяла, поставила его так вот наискость и утолщаю композицию. Раз. И вот здесь вот можно такую сделать поддержку дополнительную. Рисует как кисть под наклоны. Вот. То, что такая прелесть оказалась в наборе. Ну, я просто, даже для меня это было такой приятной, как бы, неожиданностью. Кто рисует маркерами и линерами давно, тот, наверное, в курсе, что такое есть. Но для меня это был опыт новый. С детализацией, я еще раз подчеркиваю, с детализацией фона старайтесь не переборщить, чтобы фон у нас не стал таким элементом давлеющим, да. Он должен быть просто как поддержка. Так, ну вот, пожалуй, наша работа, она подходит к концу. Ну, вот, и, собственно, все. Можно дополнительный этап еще разочек пройтись работу ластиком после детализации. Но я уже это делать, наверное, не буду. Вот. А вы обязательно рисунок почистите. Так. Вот. Как-то вот так вот. Наверное, вот здесь я сделаю еще такую внутреннюю волну дополнительную. Опа. Такой. Есть маркер такой, видите. Как-то вот так вот. Наша черепашка готова. Всем спасибо за внимание. Кто будет смотреть мастер-класс в записи. Вот. И еще разочек выкладываю распечатки примеров работ прошлого года. Но единственное, что, конечно, на очном занятии это была графика сделана на А3 формате. Вот. То есть она была, ну вот, достаточно крупной. Всем спасибо. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.